Кто из вас кололся или употреблял наркотики, алкоголь больше 15 лет? Поднимите свои руки. Спасибо. Кто из вас верит, что ваша жизнь по окончанию курса реабилитации здесь, в новой жизни, изменится? Для этих людей центр реабилитации как последний шанс вернуться к нормальной жизни. Мало кто из них скажет, что в прошлом осталось что-то хорошее. Есть только надежда на будущее. В последнее время и она становится все призрачнее. Хочу вас просто поставить в известность о том, что у нас в течение 17 лет, вот мы с 95 года начали наш центр реабилитации для наркозависимых, и практически 17 лет, не прекращаясь, против нас идут попытки остановить наш центр. У нас в центре 350 человек, из них 150 человек наркозависимых. Оказывается, беспрецедентное давление. Но за всеми вот этими попытками, да, вот остановки, вот, или попытки помешать деятельству нашего центра, да, стоит определенный, вот на мой взгляд, я лично, это мое личное мнение, я убежден глубоко, это просто обыкновенный тупой заказ. Заказ тем людям, которым мы не нравимся. Я не знаю, по каким причинам, предполагать могу только. Это заявление Сергей Матевосян сделал 6 ноября. Спустя три дня в центре «Новая жизнь» появились люди в масках. Начался полномасштабный обыск. А мы можем сюда пригласить вот ваших реабилитатов, за которых вы отвечаете? Соответственно, мы бы хотели с ними пообщаться. Основание. Основание – наша проверка. Основание – наша проверка. Все иначе нам придется действительно ходить, их сейчас будить. Может быть, это действительно будет некорректно, и поэтому хорошо бы сделать все это через вас. Виталий, 24 года, стаж наркозависимости – 5 лет. Начиналось все обыденно, практически как у всех. Родился в небольшом городке Воскресенске Московской области. Сначала наблюдал, как старшие ребята подсаживаются на иглу, потом попробовал сам. Как бы, ну и, как бы, несколько лет кололся, ну и как бы думал, что все под контролем, как бы. Ну, я колюсь, ну так, то есть, ну. Ну, не нахожусь в серьезной зависимости. Ну, как бы, один год, второй, третий. И, ну, в итоге я понял, что, как бы, ну, я не могу от этого избавиться. Вот. И, как бы, нахожусь во власти героинкой. Много раз обращался Виталий к медицине за помощью. Прошел не один курс лечения, лежал в больнице. Как только выходил, сразу же возвращался к прежнему занятию. Медицина, она, как бы, ну, в принципе, выводит из твоего организма вот это вот, ну, вот это вот, все, вот это вот, все способствуют, ну, вот эти вот вещества, которые, ну, ну, от чего тебе плохо, от чего еще, ну, ну, вот это все остальное. А в мозгу ничего не меняется, как бы, ну, как бы, это уже не физическая какая-то, а психологическая больше, ну, зависимость. О центре реабилитации в Кингисепском районе Виталий узнал от своего нарколога. Ни минуты не раздумывая созвонился и приехал сюда. Вот уже более двух лет он лечит здесь и душу, и тело. Работает в автомастерской, ремонтирует машины, трактора и другую технику новой жизни. Как было тяжело все это время, знает только он. И бросить все хотелось. Но возвращаться к прошлому желание пропало уже через несколько месяцев, как только попал сюда. Ну, всякие разные посещали мысли. Ну, как бы, планирую сейчас пройти стажировку двухмесячную, поехать в город на адаптацию. Вот. А, ну, я думаю, там уже усмотрится все, как будет, все будет видно. Как бы, пока цель вот такая вот. Россия потребляет 20% мирового производства героина. По данным специалистов, число людей, принимающих наркотики, нерегулярно 6 миллионов. Тяжело больных с зависимостью свыше 2,5. Среди них 70% молодежь не старше 30. Хотя бы раз в жизни наркотики пробовали больше 50% российских школьников. Это статистика. А здесь, в центре, прошли реабилитацию почти тысячи человек. Причем приходят сюда с алкогольной зависимостью и с таким диагнозом, как игромания. Кто из вас пытался покончить жизнь самоубийством? 350 человек. Такие разные. Со своим грузом проблем. Объединяет их одно. Они хотят вернуться к нормальной жизни. Помогать родителям, создавать семьи, рожать детей. За годы работы центра на свет появилось более 400 малышей. Сегодня здесь живут 65 ребятишек со своими родителями. Ходят в садик, в школу. Валерий из Нарвы. Здесь он главный агроном центра. Попал на реабилитацию в 96-м. Все начиналось по молодости, как протест к тогда существующему строю. В результате 16 лет наркотического дурмана. Получилось так, что помогли мне. И я решил в тот момент, что я буду помогать другим. Да, я живу здесь, у меня семья здесь. То есть трое детей у нас. С супругой мы здесь живем. Дети ходят в местный садик, в местную школу. Сын только что, старший, пришел с армии. Вместе с женой Валерий поднял агропромышленный комплекс центра на высокий уровень. Теплицы с помидорами, огурцами, поля с картофелем, морковью, капустой. Урожай с каждым годом все богаче. Обитатели новой жизни кормят себя сами. Помогают нуждающимся. Часть собранного идет на продажу. В этом году участвовали во всероссийской ярмарке «Аграрусь». Завоевали одну золотую и одну серебряную медали. Я считаю, каждый, кто уже попал в такой центр, на подобие такое, он прошел уже. Все медикаментозные решения, все какие-то другие решения, иглотерапии, экстрасенсы и все остальное. Понимаете? И этот, можно сказать, последний вариант уже, последняя дверь, в которую он еще не стучался. Вот люди, которые приезжают, не проходят сразу буквально изменения. Но в течение года человек переосмысливает. В течение полутора лет он уже делает в своей жизни определенные решения. То есть определенные решения, когда человек выходит отсюда, это 100% у каждого есть, что он никогда не будет колоться, никогда не будет пить. Вы знаете, вот к сожалению, к сожалению, тенденция так следующая. Вместо того, чтобы помогать, вместо того, чтобы каким-то образом давать зеленый свет там, здесь, мы ведь ничего не просим ни от кого. Мы ведь существуем достаточно автономно. Мы ведь очень много людей вернули нашему государству. Ребята стали работать, начали свои бизнесы, начали платить налоги государству. Это смертники, которых вообще не должно было существовать. Они должны были рано или поздно умереть. Потому что они бегали между частной наркологией и наркомафией всю свою жизнь. И третьей организацией, которая ими занималась, это были ритуальные услуги. Пока еще центр работает и дает возможность людям найти себя и начать новую жизнь. Если учреждения закроют, то все они уйдут в никуда. Не хочется думать, что кто-то возьмет на себя ответственность и лишит их последнего шанса. Светлана Круг, Валентин Соколов, Кингисепское телевидение, Ям ТВ.